Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сразу с корабля на бал выкатываем КПЗ-70 из ангара для того, чтобы посмотреть на что эта машина способна, простите, по одной простой причине, потому что на данный момент эта машина стоит на продаже на аукционе и пользуется популярностью. На данный момент его выставили за 10 тысяч. Завтра цена изменится и, соответственно... А почему завтра? Сегодня цена изменится. Ладно, надо переснимать видео. Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я уже выкатываю из ангара КПЗ-70 для того, чтобы показать вам, каким он есть на самом деле. Сейчас КПЗ-70 стоит на продаже за 10 косарей голды на аукционе. Буквально через там короткое время ценник снизится до 9 и машина начнет еще больше интересовать довольно-таки солидное количество игроков. Больше чем уверен, что когда ценник опустится до 8 косарей, вот тогда уж машина действительно расцветет и начнет пахнуть и на этот сладкий запах сбегутся, ну прям, половина желающих приобрести себе КПЗ по вкусной цене. Вторая половина желающих будет надеяться на то, что машина выпадет за 7 на продажу и что ценник снизится еще. Но я в этом очень сильно, ребят, сомневаюсь. Я уверен, что за восьмерку ее уж точно разберут. Давайте будем сразу говорить о плюсах и минусах данного аппарата, абсолютно ничего не скрывая. Первым основным минусом машины является время перезарядки. 14,8 со всем установленным это действительно очень много. Ну прям вот совсем-совсем много. Тебе это время необходимо как-то пережить. И вторым минусом, который сопутствует времени перезарядки, является картонность данной машины. Вот сейчас мне в башню не пробили. Больше фарт, чем закономерность. Но башня, она, ребят, еще хоть как-то танкует. А вот что касается нижнего бронелиста и верхнего бронелиста, то в прямой проекции вполне спокойно прошивают большинство восьмерок. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что вам необходимо будет справляться с временем перезарядки в попытках выжить. Вот я бы так это назвал. Давайте теперь поговорим о несомненных плюсах по данной машине. Несомненным плюсом по данному транспортному средству является просто шикарная, шикарная, ребят, альфа. Которая действительно, когда залетает в соперника и залетает в него, допустим, там в районе 600, ты чувствуешь себя просто каким-то бешеным нагибатором. Это действительно кайф неимарверный, столько забрасывает. Но, ребят, опять-таки, ходя на перезарядку, ты ждешь, пока ты сможешь выехать и еще раз в кого-то кинуть. Вот сейчас, ребят, я в не очень завидном положении нахожусь. Почему? Потому что, в принципе, по большому счету, мне бы сейчас продавливать, ну а я сейчас буду отхватывать, чего бы мне очень сильно не хотелось. Ну что, еще я не пробил СТ, просто супер, вообще балдеж. Наверное, будем ускорять перезарядку, потому что с такими темпами долго я здесь не продержусь. Как вы видите, СТ-1 он уже перезарядился. Мне сейчас очень сильно повезло, в очередной раз парень психует. Ему бы, честно говоря, выехать, да нормально свестись, и тогда все было бы окей. Честно скажу, мне КПЗ-70 нравится. Несмотря на то, что машина не сильно бодрая, несмотря на то, что машина не сильно нагибающая в боях, но что-то прикольное в ней есть. Безусловно, на ней самым кайфовым является набрасывать урон, и делаешь ты это, в принципе, с легкостью, если команда тебя поддерживает. Сейчас мне очень сильно не повезло, меня разнесли, да вообще нашу команду, в принципе, разобрали со счетом 7-0, и я не могу сказать, что это была непосредственно вина КПЗ-70. Что-то классное, годное в машине есть, абсолютно вот так вот, я бы не сказал, что прям совсем спокойно, но своих 3,5 тысячи урона абсолютно, абсолютно не сильно прогибая спину, я сделал. Что касается того, что я получил за 3,5, но с учетом проигрышного боя. Ну, довольно-таки неплохой фарм с учетом проигрышного боя, ну и что касается результативности по команде, то это первое место, и, ребят, посмотрите внимательно, почему мы проиграли. Ну, я думаю, что, в принципе, здесь все понятно. Я не буду катать следующий бой, потому что там поражение или победа здесь уже не так важно. Вопрос в том, что может сделать КПЗ-70 для победы. А он может вполне спокойно сделать 3,5 тысячи урона, если вы даже 50% игрок, если вы не скиловик, если вы играете лучше, чем 50% побед, ну, соответственно, для вас КПЗ-70 станет еще легче в его покорении. Это был абсолютно честный обзор на КПЗ-70. Заходите на мой канал, подписывайтесь обязательно вот здесь вот внизу по желтому шильдику. На моем канале более 350 честных обзоров на технику и товары в магазине. Никогда никого не обману, но и, соответственно, показываю машины такими, какие они есть на самом деле, в руках среднестатистического танкиста. Прожимайте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а поверьте, в ближайшее время их очень большое количество будет. Всех благ вам, мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.